Нет, но ты только погляди на него темный, как шоколадка. И за что же нам такое наказание? Говорила я тебе, сынок, что Машка твоя та еще вертихвостка. Вот и наставила тебе рога, какой позор. Что теперь людям говорить? Как в глаза смотреть? Причитала свекровь, выходя из роддома. Она сразу обвинила в неверности невестку, даже толком не поговорив и не проанализировав ситуацию. Сын Павел, то есть Машин-муж, молча плелся рядом. Он очень ждал рождения своего малыша первенца. А когда еще и узнал, что это будет сын, так вообще возгордился. Ходил довольный, хвастался на каждом шагу, что в августе у него появится наследник, с которым он и на рыбалку махнет, и в шахматы играть будет. Паша мечтал, отчаянно и от всей души, как мечтает каждый мужчина, который становится отцом по великой любви и большому желанию. Но увидев мальчика, он не поверил своим глазам, Маша, кто это? Растерянно пробормотал он. Сын твой. Наш чуть не плача, отвечала жена. Видно было, что она сама в шоке от такого поворота судьбы. Так может перепутали и он чужой? Надежда теплилась в сердце Павла. Но она была разрушена врачом, принимавшим роды. Сын Марии, могу вас заверить. Что касается вас, Павел, то тут все вопросы или к супруге, или к родственникам. Возможно они согрешили, а вам не сказали, тайком в коридоре сказал медик мужчине. Паша конечно задумался. Жена его уверяла, что всегда была ему верна, она и сама не понимала, как такое могло случиться. К сожалению дело было в далекие 90-е, тогда ни о каком тесте, ДНК, никто не слышал, а если и слышал, то процедура была практически недоступной. Поэтому Паше оставалось только верить. Муж очень любил Марию, поэтому сначала был на ее стороне. Несмотря на едкие сомнения, он воспитывал мальчика целых полгода. Он его даже успел безумно полюбить, и привык к необычному виду младенца, но его мама все никак не могла успокоиться. От внука свекровь отреклась сразу, а вот сыну звонила регулярно, повторяла, что его жена изменила и нагло это отрицает. Вода как говорится даже камень точит. Не выдержал такого давления, и Павел в один прекрасный день он собрал чемодан, и уехал к родителям. Маша плакала, умоляла его вернуться, даже пару раз к свекрови домой ходила, но ей только указывали на дверь. Со временем женщина смирилась с тем, что воспитывать ребенка и ставить его на ноги ей придется в одиночку. Тем временем мальчишка, которого назвали Давидом, рос очень красивым малышом. Он был мулатом с огромными карими глазами и нежными чертами лица. А еще он был очень умным в детском саду первым, научился читать, производить несложные математические действия. А еще он рисовал такие картины, что воспитатели только ухали, и советовали маме отправить его работы на какой-нибудь конкурс. Ведь Давид настоящий талант. Маша много работала, чтобы дать своему сыну все самое лучше. Было очень тяжело, но женщине помогали родители. А спустя четыре года в ее двери, позвонили там стоял Павел, виновата опустив голову. Сначала Мария не хотела его даже слушать, но взяв себя в руки, решила впустить. Все, таки он отец ее ребенка в этом, то она, в отличие от других, не сомневалась. И не пожалела то, что молодая мама услышала, повергла ее в большой шок. Павел рассказал, что все это время скучал и постоянно думал об этой ситуации, искал выход и верное решение. Он признался, что мама его почти убедила в неверности жены, но до конца он ей все равно не поверил. Поэтому все эти четыре года искал зацепки, рылся в родительских архивах, поднимал какие, то старые бумаги родственников. Знакомый врач ему подсказал, что гены штука непредсказуемая. И возможно кто, то из его предков был темнокожим, а результат проявился только через поколение. Муж Марии сразу заподозрил своих родителей. Его насторожило то, что никаких писем или фотографий, из молодости его мамы не сохранилось. Все контакты ее студенческих лет были уничтожены. Поэтому совсем случайно, когда мужчина уже отчаялся найти ответ, поиски привели его к давней маминой университетской подруге Ольге. Через знакомых удалось узнать ее новый адрес, повезло, что она все еще проживала в их городе. Паша взял подарок и придумал более, менее правдивую историю о том, что мать вспомнила подругу и решила передать ей презент, позвонил в ее двери. Ольга Николаевна очень обрадовалась она давно, и сама мечтала связаться с его мамой, которая была ее близкой подругой, но все как, то времени не хватало. Ничего не подозревая, женщина поила Пашу чаем и показывала ему старые фотографии студенческих лет, ярко комментируя и вспоминая особо забавные эпизоды. Паша внимательно смотрел на снимки, пытаясь найти зацепку. И он ее нашел на одном фото его мама стола в обнимку, с чернокожим парнем. Это Эдмонд, наш однокурсник. Как же он красиво ухаживал за твоей мамой подарками засыпал, цветы со всех городских клумб приносил. А какой галантный, добрый. Но учеба закончилась, и он вынужден был вернуться на родину в те времена он не имел возможности, остаться в нашей стране. А мама твоя быстро вышла замуж. И потом у нее родился ты, так прокомментировала этот снимок Ольга Николаевна, которая оказалась довольно разговорчивой. Паша сразу все понял. Приехав домой, сын махал перед матерью фото, сыпал фактами, услышанными от подруги, и женщина сдалась. Но не в первый день, и даже не через неделю. Она долго и стойко отрицала все, но сын был терпелив и напорист. Поэтому только через месяц сквозь рыдания она наконец-то призналась, что Эдмонд настоящий его отец. Выйдя скоропостижно замуж, мама таким образом надеялась скрыть следы своего преступления. Она знала, что шанс родить чернокожего малыша был очень высок, но терять ей было нечего, поэтому она и решилась на такой обман. Женщина очень надеялась, что ребенок унаследует ее гены и ей повезло. Паша родился беленьким обычным русским малышом. Муж принял его за своего сына и души в нем не чаял. Женщина выдохнула спокойно и уже почти забыла о той истории. Но увидев внука, поняла, что ее обман теперь может раскрыться. Эгоистично думая только о своем браке и о муже, который до сих пор носил ее на руках и хорошо обеспечивал, она приняла дерзкое решение обвинить невестку. К тому же своенравную машу она никогда не любила. Но она никак не ожидала, что собственный сын не поверит и начнет искать правду. И найдет ее отец, которому Паша рассказал всю правду, ушел от жены. От сына он не отказался, мужчина очень его любил, воспитывал, поэтому Павел для него навсегда остался родным. А вот с бывшей супругой он категорически не захотел общаться. Да и сам сын не желал видеть мать, она чуть не разрушила его семью, оклеветала его любимую жену и разлучила с сыном. Маше хватило женской мудрости и любви, которая все еще горела в ее сердце, чтобы простить мужа. И Давид постепенно начал называть его папой. Павел еще долго просил прощения у жены, виня себя, что не поверил ей и подался на мамины уловки. Он понял, что каждая семья закрытая территория, куда не следует пускать посторонних, даже собственных родителей. Все проблемы муж и жена должны решать сами, без советов со стороны.